Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших бесед, посвященных истории православной России и Русской Православной Церкви. Сегодня темой нашей передачи будет княжение великого князя Ивана III Васильевича, как его называли «государя всея Руси». Его так называли, потому что он первым сумел по существу почти полностью объединить все удельные княжения под одной своей великокняжеской рукой. Князь Иван III родился в 1440 году, умер в 1505 году. Иван III был современником эпохальных событий в истории не только нашей Руси, но и всей Европы. Действительно, вспомним, ему было 13 лет, когда турки взяли Константинополь. Прекратилось существование великой тысячу лет существовавшей Византийской империи. Но зато на флангах Европы, с одной стороны, на Руси Иван III покончил, наконец, с монгольским игом в 1480 год. А с другой стороны, на испанском фланге Фердинанд Католик и Изабелла Католическая к 1492 году завершили освобождение Испании после многолетней реконкисты, то есть войны за отвоевание своего отцовского наследства, завершили, наконец, освобождение Испании от мавров. Таким образом, мы видим, как серьезно изменялась в это время геополитическая картина тогдашнего мира. И Иван III оказался самым непосредственным участником в этом изменении картины мира. Ему было 22 года, когда умер его отец, Василий Темный. В первые годы, после вступления уже самостоятельного на престол, после смерти своего отца, Иван III должен был заниматься внутренними делами, собиранием русской земли. Мы его назвали государем всей Руси, но вот для того, чтобы он получил право так называться, он должен был завершить объединение русских земель. В 1470 году он совершает знаменитый поход на Новгород. А 8 лет спустя, наконец, новгородская вольница окончательно сломлена. Новгородские бояре и многие купцы переселялись, наоборот, в Московское княжество, а в Новгород были направлены на переселение московские бояры и московские купцы. То есть впервые сознательно строилось и созидалось единое русское централизованное государство. Одновременно Иван Васильевич ввел активную политику в отношении казанского ханства. В 1476 году в Казани был поставлен ханом ставленник московского великого князя. Конечно, Ахмату, хану Золотой Орды, ему это не нравилось. И в 1480 году он вновь идет на Русь. В октябре 1480 года состоялось знаменитое стояние на реке Угре. В течение месяца русские войска и татарские стояли друг напротив друга перед рекой. И когда, наконец, река замерзла, и каждая из братий ожидала наступления неприятеля, Ахмат поднял свои войска и ушел в Южные степи. На этом татаро-монгольская ига окончательно для Руси кончилась. Историки датируют это 1480 годом. Хотя, как явствует даже вот из сказанного только что, Конечно, это не был единовременный момент. Борьба за освобождение Руси от татаро-монгольского ига заняла большой период времени. Мы говорили уже в прошлых наших лекциях о Куликовской битве, О значении Дмитрия Донского в борьбе с Золотой Ордой. Но, по существу, посмотрите, 1380 год, Куликовская битва. И только сто лет спустя, 1480-й, бегство Ахмата от русского воинства на реке Угре. То есть, по существу, даже после знаменитой Куликовской победы, Еще сто лет понадобилось русскому молодому государству, Чтобы покончить с зависимостью от Золотой Орды. В это же время, примерно к этому же времени, Иван III приступает к осуществлению большой реформаторской И большой культурной и строительной программы. В 1490 году строится Московский Кремль. Как вы помните, Москва называлась Белокаменной С того времени, как в 1366 году был построен в Москве Кремль Белокаменный. Вот, простояв более ста лет, этот Белокаменный Кремль был сменен красным. Вот таким же красным кирпичным Кремлем, каким мы знаем его сегодня. Любопытно, что строили эту твердыню православию, Этот самый главный оплот русского владычества в сердце Москвы, А строили его итальянские мастера. Вот это очень характерно для времени правления Ивана III. Иван III вел смелую, широкую внешнюю политику. Иван III завершил разгром монгольского ига. Иван III завершил объединение русских земель. И при этом он вел политику открытости к западной культуре. Он призвал из Италии мастеров-строителей, и мастеров-каменщиков, и мастеров-литейного дела, И пушечный двор его, там лили пушки зарубежные мастера, И строили Кремль итальянцы. И самый главный собор Московского Кремля, который тоже был построен Иваном III в 1479 году, был освящен Московский Кремлевский Большой Успенский собор. И его строил итальянский мастер Аристотель Фиараванти. Вот знаменательно, что итальянский мастер строит русский собор. Итальянцы вообще много строят. На самом деле Кремль является таким своеобразным плодом серьезнейшего творческого и культурного взаимодействия итальянской культуры и русской культуры, и русской строительной культуры, и русской религиозной культуры. И при этом итальянцы не привнесли чего-либо искажающего православия, искажающего православный характер и Москвы, и московской архитектуры. Это очень важный момент. И вот с этой точки зрения, вот здесь уместно сказать и о том, как Иван III женился на империи. Иван III остался вдовцом, и ему нужно было жениться. И тогда римский папа предложил ему такую брачную комбинацию. При дворе римского папы в это время жила и воспитывалась племянница последнего византийского императора – София Зоя. Вот эта самая царевна София и станет невестой нашего великого князя Ивана III Васильевича. Римский папа, очевидно, он надеялся на усиление латинского католического влияния на Руси в Москве. Но этого не произошло. На самом деле принцесса София действительно оказалась достойной своего имени. Имя София по-гречески значит «мудрость». Она была мудрая царевна. Она действительно стала продолжательницей на Руси традиций византийского православного царствующего дома. И, по сути дела, вот когда мы говорим, в шутку, конечно, что Иван III женился на империи, мы имеем в виду именно это. Что ведь, по сути дела, Иван III получает в наследство духовное наследие Византийской империи. Византийская империя только что в 1453 году перестала существовать. Когда 20 лет спустя на Русь приезжает племянница последнего византийского императора и становится великой княгиней московской. Это означало для всех, что действительно наследие Византии переходит на Русь. Наследие Константинополя переходит на Москву. То есть Москва действительно становится Третьим Римом. Об этой формуле мы еще поговорим. Насколько она верна и насколько не верна – это другой разговор. Но, во всяком случае, с этого начинается. То есть действительно наследство Византии. Вот вопрос, связанный с новой женитьбой великого князя Ивана III Васильевича. Поэтому с этой точки зрения не случайно, что строится и могучий Кремль. И более того, Кремль становится именно с этого времени правительственной резиденцией. Иван III выселяет оттуда и бояр, и торговых людей, и некоторые церкви переносит, превращает в Кремль в вооруженную, хорошо укрепленную, великокняжескую правительственную резиденцию. Это тоже был византийский подход. Это был подход уже царственный. Русь становится наследницей Византии и в этом отношении тоже. И в государственном, и в идеологическом, и в военно-политическом. В военно-политическом – это естественно, потому что ведь он был первым государем, который должен был осознать, что Русь остается единственным православным государством на свете. Все. На Востоке было все закончено. Турки завоевали полностью все восточные патриархаты. Не было больше православной Болгарии, не было православной Сербии, не было православной Византии, не было православной Грузии на Кавказе. Единственное православное государство, оно еще тогда не называлось царством, была Московская Русь. И вот в этом тоже значение вот этого женитьбы, этой женитьбы на империи. То есть он не просто женился на империи, а он был вынужден взять на себя вот это вот время, время византийской власти, время византийской империи. И вот именно в это время происходит еще одна попытка взорвать изнутри растущее величие Московского государства. Происходит история с так называемой Московско-Новгородской ересью. Или, как говорили во времена Ивана Третьего, ересью жидовствующих. Еще когда в 70-е годы Иван Третий бывал в Новгороде, когда он покорил Новгород в 70-м году, когда он завершил разгром новгородской вольницы в 78-м году, он взял из Новгорода в Москву протеерея Алексея и священника Дениса, участников новгородской ереси. Что это была за новгородская ересь? Ересь жидовствующих связана была с тем, что с некоторого времени в Новгороде, в основном в духовных кругах, проявляется влияние лиц иудейского исповедания, которые прибыли в Новгород и начинают некую празелитическую деятельность среди православных. То есть речь идет о том, что важен Ветхий Завет, а не Новый Завет. Иконы не нужны, потому что иконы – это придумано церковью, а в Ветхом Завете икон не было. Соответственно, вся церковная пышность, все церковное богослужение не нужно, потому что это греческое все, это не имеет отношения. Короче говоря, вот то, что, примерно то, что имеет место в некоторых протестантских фундаменталистских сектах. Опрощение к первоначалу. Причем это первоначало должно быть иудео-христианское. И вот начинается действительно проявление еретические. Еретики начинают резать, рубить топором, уничтожать иконы. Еретики начинают соблазнять в свою ересь прихожан православных верующих новгородских. Когда об этом узнал новгородский архиепископ Геннадий, он написал послание в Москву митрополиту и великому князю, просил организовать расследование по этому вопросу. И расследование было сделано. Но, к сожалению, под влиянием того, что сам Иван Третий, сам великий князь Иван Васильевич оказался под влиянием некоторых членов новгородской еретической секты вот этой, расследование велось, естественно, вяло. Преступники не были наказаны практически. А в Москве прижились те, которые уехали из Новгорода. Они великолепно прижились в Москве. Причем, как признавался потом даже сам великий князь Иван Васильевич, они, говорит, свели в жидовство мою сноху Елену Волошанку, а потом пытались свести в жидовство и самого великого князя. В результате, конечно, Иван Третий разобрался в этих своих семейных и династических коллизиях. К 1502 году, наоборот, была отправлена в опалу Елена Волошанка и Дмитрий Внук. И Дмитрий Внук вскоре будет ликвидирован в заточении. А своим наследником и соправителем Иван Третий делает уже, так сказать, как бы законного своего сына от византийской принцессы Василия Ивановича. Как бы наследник Византии получает право наследования московского княжеского стола. Таким образом, политическое равновесие восстановлено. Но это не означает, что Иван Третий выиграл войну. На самом деле, в 1503 году собирается собор, И Иван Третий ставит очень важный для него, с государственной точки зрения, очень важный вопрос о церковных имуществах. Русская православная церковь к этому времени была крупнейшим феодальным держателем и земель, и сел, и различного рода церковных монастырских владений. Не потому, что она жадно приобретала эти имущества. Потому что по духовным завещаниям люди старались оставить большие вклады в православной церкви. Бояре оставляли ей и свои села, и своих людей крепостных, и свои имущества. И, соответственно, росли владения церковные. А князю становилось все меньше простору для того, чтобы награждать помещать помещиков. Что значит помещик? Его надо поместить на землю. Вот для того, чтобы привлекать на свою службу и помещать на землю и старых представителей боярских родов, и новое нарождающееся дворянское сословие Ивану Третьему нужны земли, нужны села. Он хочет их национализировать у церкви. В 1503 году он собирает собор в Москве. И вот на соборе, несмотря на то, что на нем присутствовали в одинаковой степени и представители Иосифа Володского, мы будем еще об этом говорить, то есть те, которые были сторонниками усиления церковной власти и церковного имущества. И также представители заволжских старцев, которые были сторонниками того, что церкви не нужно никаких иметь сел, никаких не иметь владений, а монахи только своим трудом должны жить. Но вот к удивлению Ивана Третьего на этом соборе все сошлись в том, что церковь должна отстаивать свои права, что церковное стяжание, как сказано было в соборном постановлении, церковное стяжание, Божие есть стяжание. И князь не имеет права на него претендовать. И церковь не может, и тоже не потому, что жадничает, а потому, что права не имеет эти церковные, эти Божьи достояния расточать и рассеивать. Соответственно, собор постановил сохранить за церковью все ее преимущества и все ее владения. Единственное, что оставался вопрос все-таки с новгородскими, московскими, жидовствующими еретиками. И вот в следующем году, в 1504-м, был собран еще один окончательный собор, на котором, под влиянием преподобного Иосифа Володского, который возглавил борьбу с этой ересью жидовствующих, было принято решение осудить и казнить, сжечь главных руководителей ересью жидовствующих. В 1504-м году зимой на Москве реке запылали костры, которые многие сравнивают с испанской инквизицией. И вот когда мы говорим о том, что примерно одновременно там, в Испании, была закончена реконкиста и было закончено, завершено изгнание мавров и евреев из Испании, и точно так же запылали как бы, будто бы костры инквизиции и в Москве в 1504-м году на Москве реке. На самом деле, это не совсем так. Мы поговорим об этом в следующей нашей беседе. А сейчас я хотел бы завершить разговор тем, что к тому времени, когда в 1505-м году он, собственно, и умер. В декабре был собор, а в январе 505-го года Иван Васильевич и умер. И когда он умер, он оставил Русь. Если он принимал Русь, он еще помнил, он еще помнил, ему было 6 лет, когда ослепили его отца. Он принимал на руки Русь еще совершенно феодальную, с феодальными раздорами, с феодальными войнами, с попытками у дельных князей закрепиться в Москве, с попытками у дельных князей вступать в союзы с татарскими ордами. А завершил он свою жизнь, создав могучее московское государство, которому уже не страшны были невосточные орды, было навсегда покончено с татарским игом, которое вело планомерную и широкую открытую политику на Запад, которое создало великолепный Кремль, который до сих пор является символом русской православной державности и которое, наконец, сумело побороть и пытавшееся было гнездиться в этом кремлевском сердце ересь, которая угрожала и существованию православия, и будущему существованию могучего православного государства. На этом я завершаю нашу сегодняшнюю передачу. И следующая передача будет посвящена эпохе великого русского святого преподобного Иосифа Володского. Мы поговорим о его деятельности и о том, как связано его учение и его умное делание с тремя ликами русской духовности. Редактор субтитров А.Семкин